Дорогой наш друг и гость, принимай каравай и соль из наших рук. Принимайте каравай. Теплыми словами, хлебом, солью, донародными танцами в этот день в третьей школе встречали всех гостей. Ученики среднего звена подготовили выставку национальных блюд, где каждый смог поделиться рецептом любимых лакомств. Здесь по соседству с русскими блинами уютно расположились бурятские бузы, японские роллы и пряные восточные сладости. А ребята рассказывали, как они понимают термин «толерантность». Толерантность – это доброта, радость, уважение к другим, проявлять какие-то добрые дела. Мне кажется, толерантность – это из самых хороших поступков человека, которые он бы делал. Если бы не было толерантности, то мы бы остались на пещерном развитии. По мне, кажется, толерантность нас отделяет от зверей и от всякого рода созданий, которые не умеют логически мыслить. Сегодня в школе обучается 587 учеников разных национальностей. Кроме того, ее посещают около 40 воспитанников Центра помощи детям. Для всех каждую перемену здесь проходят танцевальные флешмобы, а ребята, увлекающиеся спортом, могут прямо в рекреации поиграть в настольный теннис. Такое совместное времяпрепровождение еще больше укрепляет отношения между школьниками разных наций. И черных, и белых, и желтых ребят, нас снова на шаре земно. И лезы, и парни над нами шумят, это ведь все равно. В рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, такие мероприятия прошли во многих школах. Кроме того, во всех муниципалитетах региона были организованы круглые столы, музыкальные конкурсы и выставки, направленные на воспитание, уважение к историческому наследию и культурным ценностям народов России. На реализацию программы в этом году выделено более 140 миллионов рублей. В том числе 42 миллиона выделил областной бюджет. Наша школа, школа многонациональная. Ребята, обучающиеся в нашей школе, различаются по внешнему виду, по своим культурным ценностям, по своим привычкам, по своим поведенческим каким-то традициям. И надо сказать, что перед нами стоит задача все это объединить и сказать детям просто простыми словами, что толерантность – это терпимость, это умение принять другого таким, какой он есть. Но ровно до тех пор, пока его привычки, пока его правила не нарушают личное пространство другого. Неделя толерантности завершилась, но ребята из третьей школы продолжат и дальше проводить свои веселые многонациональные конкурсы, соревнования и флешмобы. Наталья Заробина, Дмитрий Новопашин. Местное время.